Здравствуйте! В эфире Азов.Инфо.Спорт в студии Александр Истомин. В минувшие выходные в нашем городе прошли сразу несколько спортивных событий, приуроченных ко дню города. Одним из самых зрелищных было открытое первенство Азова по парусному спорту, которое состоялось на реке Дон. Соревнования проходили в классах «Оптимист» и «420». Азовский район представил свою команду в классе «Кадет». О ходе соревнований рассказал тренер шор номер 9 Алексей Старцев. В субботу ветер был очень сложный. Соревнования происходили у нас на Дону, на реке Дон, в районе городского пляжа. Ветра было очень мало, течение очень сильное, и поэтому за весь день мы еле-еле провели только две гонки. На следующий день, это воскресенье, ветер уже нас сопутствовал, был уже такой средний ветерок. Где мы уже могли провести все остальные гонки по положению наших соревнований. Шилов-Савелий у нас занял первое место, это в классе «Оптимист», это из малышей. Потом Резника у Никита и Мазанный Руслан, это в классе «420» заняли первое место. И в классе «Нива-2» Березовский Александр и, можно сказать, его экипаж заняли тоже первое место. Каждое соревнование является контрольной работой для наших детей, потому что мы к чему-то их всегда готовим. И данные соревнования городские, они являются контрольной работой над ошибками, и мы это все проверяем, смотрим, к чему мы их научили. Там же на базе станции «Якорь» спортивной школы Олимпийского резерва номер 9 прошли областные соревнования по гребле на байдарках и каноэ среди команд области. В гонках приняло участие около 150 участников. В дисциплине 200 метров азовские гребцы не единожды занимали весь пьедестал призеров. В эстафете азовчане уступили лишь Таганрогу. А в преддверии этих соревнований с 6 по 9 сентября две воспитанницы отделения гребли на байдарках и каноэ принимали участие на всероссийских соревнованиях в Москве, где среди более 2000 участников Горбенко Мария и Агапова Татьяна заняли 5 место на дистанции 200 метров и 7 на дистанции 700. Третья спортивная школа города на базе шахматного клуба «Ладья» организовала два шахматных турнира, участие в которых приняли как дети, так и взрослые. Соревнования проходили в два дня. 9 и 10 сентября прошли мероприятия, посвященные 950-летию города Азова. Сначала стартовал детский турнир, мы играли на площади около памятника Петра Первого. Там первое место уверенно занял Занечковский Иван из 5-й школы, там 11 очков всех победил. На втором месте Бибик Константин, 10 очков, на третьем месте Борского Полина. Ну, соответственно, Борского сдавал девичий приз. Первый, значит, девичий, второй приз занял Лукьянка Вероника, третье место Валкада Фольга. Третий юношеский приз занял Галиченко Владимир. Вот такие вот призы. Среди младших групп, которые играли в клубе, первое место занял Яковенко Олег из 11-й школы, второе место Дармин Дмитрий из 1-й школы и третье место Сагайда Конри, 1-я школа. У нас чемпионка города по близости стала Калмытия Кавелина, в самом сильнейшем составе, то есть она заняла первое место уверенно, обыграв там Романа Аганяна. Ну, в итоге они поделили очки, но она по консистенту проникла встречи, первая Романа Аганяна, второе, третье место Барсуков Александр, 7-й школы, чемпион города. Хоккейный клуб ТАНА продолжает участие в российской суперлиге по хоккею на траве. Четыре игры на выезде провели азовские хоккеисты, две игры в Екатеринбурге и две в Москве. По итогам сыгранных матчей команде ТАНА предстоит сыграть первую игру серии плей-офф с лидером чемпионата. Подробнее по телефону тренер команды Владимир Конкин. Было проведено две игры, пятого, шестого, с Екатеринбургом. Первую игру сыграли 2-3, а вторую также проиграли 1-5. И вот уже играли, значит, 11-го, 12-го в Москве первую. Вчера выиграли 7-2 и сегодня тоже проиграли, значит, 2-6. Но задачу свою поставленную выполнили, то, что попали в плей-офф. Мы хотели просто решить выигрыш, который давал нам возможность встретиться, допустим, с другим соперником. Допустим, мы хотели выйти на «Динамо» или «Посталь», а вышли, значит, сейчас на «Динамо» «Казань». Игра будет проходить, значит, 17-го числа, 3-часа дня, 15.00, это у нас в Кулешовке. Приглашаю всех в гости на плей-офф, на первую игру с игрочем чемпионом России. Это все о спорте на сегодня. Следите за пульсом спортивной жизни. До свидания.